Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Доктор Труф, и вот наконец-то мои кривые ручонки добрались до булатной стали, до мода на старушку мейт-2.тулво, булатная сталь версия 3.1. Многие подписчики мне уже о ней писали, мол, хорош заниматься всякой фэнтезийной хренью, играть во всякую лажу, ну не лажу, конечно, поиграй в суровый реализм, познай боль и муки, сыграй булатную сталь со всеми приколами. И я таки решился. Параллельно, естественно, я сейчас практикую, практикую риктору и Атилу для себя, мне записи, чтобы поднадрочиться и быть готовым к тому, когда выйдет сага, чтобы полностью в нее окунуться и принести себе и вам радость от увиденного в ней. Потому что, как оказалось, во второй рим, да и в Атилу-то играю я как... как говно я играю, да. Но не суть. Итак, булатная сталь 3.1. Буду периодически выкидывать видосики до прохождения и так далее. Но сейчас самое главное, что это ранняя кампания, да-да-да. Я выбрал раннюю кампанию, для начала раннюю, а там посмотрим. И скажу я вам сейчас, какие настройки я себе вбухал. Там же в БС-сетап сначала надо запустить, сделать настройки геймплея под то, что ты хочешь. А уже потом, потом уже, собственно, саму игрушечку-то и запускать. Вот так вот. Повышенный ИЕ себе сделал, потому что сложный там что-то совсем какой-то пипец. Там прям мега-агрессивный, урон из-под тяжка. Там от своих товарищей союзов вообще никаких нету. Поэтому я решил себе сделать повышенный, чтобы хоть чуть-чуть там, да, там, агрессивность там на семерочке из десяти, там удар из-под тяжка на шестерочке. То есть соблюдение союзов, как бы, вроде как и пятерочкой. То есть 50%, но вот как бы нет сорок. Да. Вот все-таки на повышенном. А то хрен его знает. Значит, ну на сложном и все, и пиздец сразу все. Ну, опять-таки, посмотрим, посмотрим. Если будет легко мне, то перекину на сложный. Значит, ну заново сразу будет понятный. Перекину на сложный. БГР-очку я себе добавил еще. БГР-2. Это такая... Это такая... Суровый реализм, да. То есть система снабжения армии, да, то есть на чужой территории. То есть критерии на найма моральные, вот. Плюс разные... То есть критерии морали на вражеской территории твоих войск. Там они, там, страдают от того, что не могут ни с кем нормально побазарить на своем языке. Видимо, да. Они могут купить себе булочку какую-нибудь или шлюху снять. Но не суть, не суть. Плюс еще есть предательство товарищей. Все зависит от верности. Надо постоянно смотреть за своими персонажами, своими генералами, которые могут быть недовольны вашим руководством и таки предавать вас периодически. Вот такое вот я себе сделал. Также я себе включил скрипт вторжения монголов, естественно, да. То есть даты происходят по скрипту. То есть приходят там по две, по одной армии в определенные даты. В 1220 году, значит, приходят. В 1223, в 136, в 138 и так далее. То есть, ну, это вот как бы крутяк. Крутяк, да. Дальше, что я еще себе втопил. Ну, естественно, гарнизонный скрипт. Гарнизонный скрипт, он здесь не работает обоюдно. Он работает только если игрок. То есть, именно вот мы нападаем на... На город искусственного интеллекта, скажем так. На город компьютера. И вот там происходит гарнизонный скрипт из серии, как в Даке, как в Дэвэбэнг Конкур. Он не возникает вот из ниоткуда. Он именно во время штурма появляется. Там будет где-то 5-6 для обычного города. Ну, все зависит, конечно, от развития города, от его феры там и так далее. Вот. До 9-12, даже 12 отрядов может быть в столице. То есть, представляете, да. Там самостоятельные войска, если копейщики, кавалерии, мечники. Вот они вот распределяются. Еще есть такой маленький нюансик в этом сетапике. То, что гарнизонный скрипт приходит еще на помощь своему союзнику, если вы атаковали прямо рядом с городом его, да, например. Это как бы, ну, блин, неожиданно. То есть, уже нельзя так просто вот разбить, например, рядом армию, а также додолбить пару каких-нибудь крестьян, которые пришли из города. Но при этом сейчас вместо крестьян придут еще и гарнизонный скрипт, это яичный. Вот это вот интересно, да. А также врубил в себе еще долгую ассимиляцию. То есть, минус по общественному порядку идет жесткий с самого начала. Не будет возможности там ремонтировать, переобучать, нанимать юнитов в течение нескольких ходов. Короче, ну, надо, чтобы войска оккупационные, скажем так, да, находились долго в городе, прежде чем, как бы, пройдет ассимиляция. То есть, это вот как бы круто. Круто, это круто. Я не стал себе включать военный скрипт для искусственного интеллекта. То есть, вот эти вот автоматом боевые лычки там, плюс мораль там какая-то, им дается улучшение оружия и брони сразу, стоимость переобучения войску, компьютера там и так далее. В общем, вот это я не стал себе включать. Ну, это прям совсем четверсянство было со стороны компа. Как по мне, как по мне. Может быть, как-то знатоки этого мода со мной поспорят, скажут, слышь, ты лошара, играть просто не умеешь, и все. Вот. Исторические битвы я себе пробил, естественно, в ранней кампании. Они происходят... Они происходят... Пардон, меня отвлек кот, которому тоже, видимо, очень интересно, что я тут трещу на непонятном ему языке. Ну, не суть. Вот. Эти битвы исторические происходят на стратегических картах, да, как бы, периодически переносят вас в скрипт специальный для битв. Битва происходит там, битва при Хатине, осады Иерусалима, битва при Толосе, Буине, река Калкова и так далее. Все эти... Естественно, все эти битвы будут происходить в зависимости от того, какую фракцию вы выбрали для своей игры. Вот я себе тоже врубил, естественно, да. Также врубил нападение мятежников на города. Это прям вот как бы, ну, прикольно. Прикольно. С небольшой долей вероятности, как бы, будет шанс, что появится армия повстанцев и нападет на город. Вот так вот. Но, и, кстати, еще повстанцы нападают только на и город игрока, а не на город компа. Вот. И, собственно, вот такой тоже будет небольшой адовый трэш. Не знаю, есть ли смысл его ставить. Может, я его отрублю. Может, и отрублю. Не знаю пока. Посмотрим. Я отключил себе туман войны черный. Потому что меня просто раздражает. Меня просто это раздражает, херня. Вот. То, что, ну, как будто какая-то черная дыра вокруг себя. Мне вот это не нравится, честно. Вот. Ограничения сохранения я себе не ставил этот скрипт. Скрипт отвоевания. Отвоевывания столицы. Я, конечно, включил то, что искусственный интеллект в случае, если на его столицу напали и его разбили. Столицу захватили. То есть, появляется стэк, который пытается отбить город. То есть, это происходит. Это не будет происходить постоянно, как в Эстеросе. Без, да. Мы помним, как меня бомбило. На каждом шагу появлялась армия Ланнистров. Каждый раз. А, вернее, Тиролов. И постоянно они переходили к своей столице. Постоянно меня атаковали. Каждому ходу. Ход, 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 ход. Я понимаю, что там все зависело от процентной составляющей. Какие-то 20, не знаю, 5% того, что он появится, грубо говоря, на следующем ходу. Но он, сука, постоянно появлялся. Мне это бесило дико. Тут появляется только один раз. Прям вот скрипт сработал. И если эта армия не отбила столицу и погибла тогда, да, смертью храбрых, то и все, и сосалочка. Все, больше никто не придет. Скрипт смены наследника я не стал себе включать. Я тут как-то лишний геморрой микроменеджмента этого. Не хочу так мучиться. Оставил себе реальный найм войск, да, то, что там не по одному ходу набираются юниты, а прям конкретно. Там есть 3, там 5, 10 ходов, там 3 бушет строится. Вот. И также ограничение на постройку городов. То есть, если в 2020 году там большой город, то Твердыню, то Цитадель, например, можно построить только в 1260 году. А огромный город только в 1280 году можно построить. То есть, тоже вот временные ограничения, да, чтобы нельзя было там очень быстро развиться. Ну, мало ли там как, да, и... То все типа по истории, по истории, по истории, по истории, да. Оставил скрипт содержания городов и стен. Не знаю, насколько мне это, как бы, блядь, будет интересно. Может, я его нахер отключу. Посмотрим. Потому что, честно говоря, кажется, что какой-то бред сначала. То есть, содержание городов, там, до 4000 рублей, может, блин, один город. Просто содержание города 4000 рублей. И думаешь, ё-моё, как так-то? Я вот не знаю, может, все-таки отключу эту тему. А сложное управление войсками в бою, то есть, вот это вот бесячий приказ. Ты отдал приказ, у тебя там 5 секунд, он никак не реагирует. Это я все отключу, это мне не нравится. Мне это бомбит от этого. И оставил скрипт стражевых башен. Они сразу на карте располагаются, чтобы тоже не бегать там, не расставлять их. Вот такую вот фигню я себе сделал. Вот это вот. Такой вот сетап. А за кого поиграть, я вот пока вот не знаю. Давайте вконтакте я сделаю обязательно опросик. Вконтакте, в группе вконтакте, внизу ссылочка, да, перевод на нее. Сделаю небольшой опросик. За кого? Ну, я не буду конкретно за фракции писать. Напишу только за какие культуры там. Западноевропейскую, Восточную, Восточноевропейскую культуру, да, там. Или, или в Рим там. Как я грубо говоря. В общем, я опросик создам обязательно, за кого порубиться. Мне, в принципе, пофиг, но я бы вот поиграл бы вот. Да не за вас, ребята, нет, нет, нет. Где они там? Где эти? Где грузинское царство? Тоже не хочу. А где его величество королевство-то? Где Норвегия? Тоже хорошо. А где, сука, Англия? Вот она, господи. Ну, я бы за Англию зарубился. Или за Шотландию, например, да. С чего я всегда и начинал. Игры в серии Медивола, да. Вообще-то на них все время. Очень, очень мне они нравятся. Наверное. Не знаю, почему. Да, так что вот так вот. Вот такие пирожилечки. Да, давайте, друзья. Давайте, друзья, вместе выберем, за кого же зарубиться. Опросик в группе ВКонтакте. Да. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, жми на долбанный колокольчик. Так сейчас работает Ютуб. Компетируй это дело, да, голосуй в ВКонтакте. И люби вот эту игру, она, сука, охуенно. А на этом все. Пока-пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok